Можно без преувеличения сказать, что у меня появился айфон среди парогенераторов. Это Lilith, номер модели PS05 BSH. Что это значит? Данный парогенератор с регулировкой подачи пара. Так как я являюсь швейным блогом и шью, ну, буквально разные вещи, то есть я могу сегодня шить шифон, завтра шить шубу. И мне вот как раз таки важно то, что мой парогенератор бы регулировался и подача пара бы в ней тоже менялась, потому что я шью разные изделия. В ближайшие месяцы я вас буду знакомить с этим чудо-устройством. И сейчас я расскажу про магазин, откуда у меня этот парогенератор. Мой парогенератор из магазина steaming.ru. Обязательно подписывайтесь на магазин, если вы планируете покупать парогенератор либо любую другую гладильную технику на долгосрочную перспективу. Магазин специализируется только на гладильной технике. И это невероятно круто, потому что они знают все и даже больше. Подскажут, расскажут, что лучше подобрать именно под вашу ситуацию. Возможно, это будут бытовые нужды, либо пошив на заказ, либо, допустим, ведение блога, пошив все подряд, как у меня. Сейчас вместе будем изучать вообще, что входит в состав этой модели. Еще хочется изучить инструкцию по применению. И тем самым, когда я уже буду делать ВТО, буду рассказывать и показывать, наверное, еще не раз, как мне работает с данным парогенератором. Так что давайте начнем. Какой интересный ракурс я для себя недавно открыла. Такой вид сверху. Давайте посмотрим, что сюда входит в данный парогенератор. Вот в эту всю большую коробку. Поврик, который мы можем положить на стол, и тем самым сюда вот ставить утюжок. В сам утюжок идет вот такая вороночка, чтобы заливать воду. Вот такая трубка, это чтобы измерять уровень воды в парогенераторе. Сейчас мы его сразу вытащим и сразу померяем подошву для утюга. Я такой профан, я прям боюсь сломать что-то. Вот так это выглядит. Смотрите, здесь есть вот такой вот регулирующий кружок, который есть обычно на утюгах. Вот на моем парогенераторе домашнего такого не было. То есть здесь можно отрегулировать тепло подошву утюга. Ну, для меня это открытие. Я, конечно, понимаю, что это не главный показатель парогенератора, но я просто как в зеркало гляжу, какой он красивый. Здесь даже отражается ваше отражение. Смотрите. Вот, собственно, тот рычажочек, как я поняла, с помощью которого и будет регулироваться подача пара. Сейчас мы откроем его. Откроем, говорю. Ой, какой-то звук пошел. Роночка идет в комплекте. Вот так. Прежде чем залить воду, мне нужно будет поставить парогенератор на место, потому что он очень тяжелый, и с водой он еще станет еще тяжелее. Покажу вам еще, что идет в комплекте. Идет вот такие вот антенки. Сейчас я соображу, как он... Сейчас я соображу, как это собирается, да? А потом... Потом расскажу. Вот так. Это антенка для того, чтобы этот шнурик в процессе эксплуатации не болтался и не мешал мне в работе, потому что он очень длинный. Сколько метров? Я укажу потом. Так, надо посмотреть в инструкцию. Ну, мне кажется, так, потому что ты же его берешь. Ну да, логично, логично. Только перевернуть надо. Спасибо, муж. Понял, как это все дело устанавливается, потому что я пыталась запихнуть эту пружину вот сюда. Все, мой парогенератор собран, готов к работе. Но прежде нужно его переместить за 100. Кстати, 100 у меня тоже оперелит. Теперь эти два брата-акробата будут жить вместе. Как же это все теперь красиво смотрится! Официально теперь ВТО моя любимая операция. Хотя до этого я очень тоже любила ВТО, потому что у меня есть 100 у Велит, который тоже очень облегчает задачу. Сейчас, наверное, сделаю тест-драйв. Наберу воду, попробую поутюжить. Самое обидное, что я сейчас шью такую, скажем так, вещь, такое изделие, ВТО вообще не требуется. Но попробовать я очень хочу. Ну, зачем, собственно, эта трубочка? С помощью нее можно определить, сколько воды в парогенераторе. Опускаем трубочку вниз. Зажимаем пальчиком. И вытаскиваем трубочку обратно. И смотрим, сколько воды осталось. То есть вот у меня в данном случае даже минимума нет. Так что мне нужно будет еще дополнить. После предыдущего агрегата этот, кажется, очень тяжелый. Но, знаете, в этом его и прелесть. То, что он прям придавливает ткань. То есть еще дополнительно идет вот такая вот глашка за счет веса. Мне кажется, я теперь все вещи буду из дома таскать сюда на работу, чтобы здесь в идеальных условиях все поутюжить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...